Привет всем, кто смотрит мой канал. Меня зовут Марина. И сразу извиняюсь за свой голос. Я болею, у меня грипп, поэтому немножко так гнусает. Хочу показать вам немного продуктов, которые я купила за последние два месяца. Их немного из декоративной косметики. Ну и можно так сказать из ухода за волосами один продукт. То есть продуктов немного, но они мне очень нравятся. Это такие продукты, которые бы бюджетные, но я считаю, что они могли бы быть люксовыми. Поэтому некоторые продукты я буду ругать, некоторые наоборот буду хвалить. Итак, для чего я снимаю такое видео? Потому что по себе вы заметили, что последние два месяца я вообще не снимала видео. Как-то у меня такое состояние какое-то непонятное было. И я думала, снимать видео, не снимать, снимать интересно, не интересно. Но вы знаете, я хочу сказать, что очень много видео идет о люксе. Очень много видео идет о бюджетной декоративной и уходовой косметике. И, как я заметила, очень много блогеров, которым я, как бы, я их смотрю уже по 5-6 лет, да, это начальное. Но я вижу, что они уже немножко, как бы, жулят. И я не осуждаю их. Понятно, что люди зарабатывают каждый как может. Но хотелось бы больше честности в показах, в отзывах на продукты. Потому что, ну, потому что не у всех есть деньги. Не всем хочется тратить, допустим, отдавать деньги и получать плохой продукт. Поэтому, конечно же, есть некоторые продукты, которые подходят вам и вам очень нравятся, а другим они не нравятся. Но, допустим, в таких продуктах, как помада, я считаю, что там, ну, как бы, ну, если она слазит, она слазит. Она будет слазить с любых губ. Если она здесь уже может играть, подсушивает, не подсушивает. Вот это на одних губах, если тем более они наколоты, оно может и не ощущаться подсушивание. А на природных губах эта помада сушить будет больше. Поэтому тут уже, конечно, вопрос такой. Но если помада плохо держится, она плохо держится. Если она скатывается, она скатывается. Поэтому давайте будем больше честными. И, в принципе, для этого я видео и снимаю, чтобы помочь девочкам, девочкам, девушкам, женщинам разобраться в декоративной косметике. Покупаю я ее в последнее время немного, потому что такая вот переоценка у меня произошла. Поэтому, как бы, стараюсь свои порывы сдерживать. Ну, хватит слов. Давайте начнем с того, что я купила. Это будут бюджетные покупки. Начну я, наверное, все-таки с тона. Купила я тональный крем от Rimmel. Это мой повтор, но более в темном таком оттенке. Оттенок soft beige, 200-30 мг. Это такой тональный крем для сухой кожи, никак не для жирности, для сухой кожи, потому что он немножко увлажняет. Я не скажу, что прям идет такое увлажнение, но немножко увлажняет. Он сглаживает вот эти все вот у меня тут шероховатости на носу, потому что болело, терло нос, и у меня тут облазит он. И он это все дело, как бы, немножко сглаживает. Поэтому не для жирной кожи приятный запах. Ему бы флакончик поменять на более такой люксовый, скажем, или более оформление, чтобы было такое более люксовое. И продукт очень даже хороший и бюджетный, что немаловажно. Очень бюджетный. Не помню, не буду цены говорить, что-то, по-моему, около 100 крон, 100 с чем-то, может, крон, может, меньше. Я не буду здесь, не помню цену. Уточню, обязательно вам потом скажу. Хороший тональный крем. Опять-таки, скажу одно из свойств. Не на любом уходовом креме он может немножко, как бы, делать проплешины, если ему не подходит крем, которым вы уложнили лицо. То есть это тоже нужно иметь в виду. Вот я наношу один крем, у меня ложится идеально. Наношу другой крем, смотрю, что такие проплешины. Но это с любым кремом, я хочу заметить. У меня такие вот. У меня с любым кремом. Одному крему подходит такой крем уходовый, другому тональному крему подходит такая. Ну, как бы, я не хочу пользоваться базой, да, специальной под тональный крем на каждый день. То есть у меня есть база от Миша, база более дешевая. Но, как бы, не хочется наслаивать. Тем более сейчас, света, ну, как бы, не очень. Могу посоветовать, как, я не знаю, ну, очень хорошее перекрытие у него такое средненькое. То есть если вы захотите перекрыть какие-то прям явные проблемы на лице, вы не перекроете. Но выровнять общий тон лица и придать лицу более, какой вы хотите, загорелый там, или немножко посветлее, вы сможете. Поэтому, вот такой вот кремчик. Я его показывала уже и говорила, что он мне нравится, поэтому повторила продукт. Дальше тоже, скажем так, не то, чтобы прям любимчик, но очень нравится мне. Тоже я считаю, что свойство люкса, потому что, когда вы наносите это Bourjois Health Mix, ну, вот такой уже, видите, версии, не кругленькая баночка, а именно вот квадратненькая, он, как бы, как заблюривает ваши поры, то есть сглаживает лицо. Очень приятный запах, здесь витамины С, Е, В5. И вот этот крем, мне кажется, подойдет для сухой, да и для комбинированной, наверное, все-таки тоже. Потому что, ну, если у вас очень жирная кожа, то можно припудрить транспарантной пудрой и как бы все. Мне кажется, что этот крем подойдет не только сухой коже. Поэтому присмотритесь, оттенок у меня 53-й, беш-клеар, лифт беш. Вот такой вот, тоже очень приятный запах, легкая текстура, приятная, ну, не знаю, мне нравится. Мне нравится, это, мне кажется, прям люкс, люкс, люкс. Но более за бюджетную цену. Дальше, дальше я вам покажу консилер под глаза. Это тоже буржуа. И у кого же я подсмотрела, девочка-блогер, кто-то, кого-то я смотрела, не помню. Она показывала такой вот консилер. И я высматривала, хотела в 0,1 оттенке, но нигде не нашла. Пришлось купить в 0,2 беш. То есть, для меня сейчас он подходит. Нашему надо будет брать посветлее. Вот такая вот кисточка. Консилер просто находка, просто изумительный. Потому что он действительно, он увлажняет зону под глазами. То есть, он ее не сушит. Это уже хорошо. И есть такой эффект, как бы, как увлажненные. Но. И хорошо скрывает. То есть, он очищает вот эту зону под глазами. Он, у меня небольшие синячки такие появились под глазами. Ну, как бы даже не под глазами, а вот в уголках. И это все он хорошо сглаживает. Сейчас он у меня тоже на лице. И, ну, я не знаю, мне нравится. Просто замечательный продукт. Вообще, марка Буржуа мне... Камера у меня сбилась. Поэтому продолжим. Хайлайтер Maybelline Strobing Liquid. У меня в оттенке таком жемчужном. Он, они там два оттенка всего. Вот такой более жемчужный и цвет такой телесный. Вот я хочу еще купить второй оттенок. То есть, он такой более телесный. Это я его сейчас сильно, как бы, сделала. Не знаю, камера передаст, не передаст. Вот здесь вот. Это хайлайтер для тех, кто не любит явного блеска на лице, но хочет освежить лицо и хочет придать лицу такую выспанность, скажем так. Этот хайлайтер для таких макияжей, для естественных. То есть, его не будет видно сдалека, но будет так вот придавать такое здоровое свечение лицу. Держится целый день, никуда не девается. Ну, что еще? Хороший, хороший. Можно использовать не только там на эти области. Можно вот здесь вот использовать, на ключицах. Хорошая вещь. Тоже недорого. Что-то до 200 или 199 крон. Здесь в Чехии, не знаю. В Украине не знаю, сколько стоит. Ну, кстати, у нас в Украине цены на декоративную косметику намного ниже. Особенно буржуа. Здесь вообще цены не схожат. Цены такие, как я не знаю даже. Ну, да ладно. Давайте дальше. Дальше я хочу вам рассказать о карандаше для бровей. Я тоже сейчас им оформляю брови. И это катрис. Вот такой вот. В оттенке 0,20. А что он? Ну, как-то так. Вот такой вот он. Он именно вот идеальный серо-коричневый оттенок. Вот он. Подходит, подойдет для блондинок. Если вы их не будете сильно на него как бы наслаивать, то он будет легенький. Здесь такая кисточка очень удобная. Сам карандаш, он не грубый, не слишком мягкий, допустим, как у Вивьен Собор. Там он очень мягкий, он быстро используется и он стирается в течение дня. Этот же более такой твердый, но можно прорисовать спокойно брови и будет выглядеть естественно. Но все-таки я его тоже закрепляю, как бы я прохожусь карандашом, затем я прохожусь тенями и закрепляю это цветным гелем от Essence. Оттенок идеальный, мне кажется, универсальный. Он подойдет для всех. Для блондинок, для брюнеток, для шатенок. То есть, ну как бы, отличный карандашик. Дальше. Дальше я хочу показать. Мэйболин, что-то начинает мне не нравиться эта тушь. Изначально она была очень классная. Теперь уже второй флакончик покупаю, она мне не нравится. Вивьен Сабо Кабаре, что я вам показывала раньше. Да, она дает. Вот поэтому я не люблю, когда говорят не совсем честно. Потому что покупала я ее, опять-таки посмотрев блогеров и визажистов, кстати. Но почему никто не говорит, что она осыпается? Я купила один раз, я купила второй раз, я купила третий раз. Думаю, ну мало ли, может что-то я не так делаю. Но, да, она дает реснички большие, черные, красивые. Но она осыпается, она отпечатывается. Но об этом почему-то никто ничего не говорит. Да, бюджетно стоит, но она осыпается. Что я могу сказать? Эта тушь не осыпается, не отпечатывается. Но что-то перестало она как-то на моих ресницах работать хорошо. Поэтому тоже как бы буду искать. Все-таки, наверное, буду покупать буржуа, мою любимую, неизменную. Она не осыпается, она не отпечатывается, она не сыпется. Поэтому, как бы, да, на каждый день можно, но не самое любимое, скажем так. Дальше покажу вам карандашики сначала, какие я приобрела за последнее время. Это будет Max Factor в оттенке 06 Movement. Moment или Moment. Вот такой вот стойкий, хороший карандаш. Легко наносится, держится целый день на губах, если вы его нанесете. Вот он, да. Красивый цвет такой, вот нюд. И недавно я приобрела Essence в оттенке 06 Satin Moa. Они немножко похожи, ну, немножечко, конечно, похожи. Но Essence более с розовым идет под тоном, с розовинкой какой-то. А Max Factor идет более такой с, даже не знаю, с сероватым каким-то под тоном. Вот Max Factor, а это Essence. То есть они, ну, почти одинаковые. Что тут карандаш, что тут. Ну, Max Factor, конечно, держится дольше на губах. Сейчас Essence у меня на губах. В одиночку. Нравится мне, хорошие карандашики. И тоже Essence оттенок... Оттенок... Где же он? Красный. Red Blush 08 Red Blush. Красивый оттенок, красиво смотрится. Вот такой камера может искажать немножко цвет. Но могу сказать, что да, красивый цвет. И... Так бархатно смотрится на губах. Мне нравится. Дальше. Такие, скажем, помадки и блески в одном. То есть можете использовать просто как помады, можете использовать как блеск. Это с одной стороны идет матовая помада, с другой стороны блески. Дермакол я вам уже показывала и говорила, что он мне не нравится. Но вы знаете, я хочу забрать свои слова обратно. Если я не использую с вот этим вот блеском, а использую только вот эту вот сторону, то... И на бальзам, то... Хорошая помада и держится... И держится долго. Целый день. То есть вы можете пить, есть. Она у вас будет на губах. И это оттенок... Ну, не вижу, к сожалению, так... Что же это за оттенок? 0,9. 0,9. Просто устойчивая краска для губ написана. 0,9. Это вот как бы... Такой нюдовый цвет, вот типа такого, как у меня сейчас на губах, но более светлый. Когда она засыхает, вот она становится. Когда она засыхает, такой вот матовый эффект. Губы, конечно, немножко прилипают друг к другу, но... Как бы... Но держится целый день. Так что возвращаю ее назад и пользуюсь. Затем, недавно я купила... Опять-таки посмотрела какой-то ролик на YouTube. И... Риммель. Захотелось мне красной помады стойкой. И купила я... Купила я оттенок... Не вижу, где здесь оттенки. На красном очень плохо видно. Ну, то есть оттенок я вам не скажу, я не вижу. Красный. Такой прям насыщенно красный оттенок. И когда вы его наносите, он замечательный. Он красивый, он прекрасно держит. Или такая задумка... У меня что-то камера так быстро закрывается, что я не пойму, как мне ее настроить. Вот видите, вот как бы... Или такая задумка, или так оно срезано неправильно. Неплохие кисти. Ну, опять-таки не буду повторять эти кисти. Я куплю, наверное, все-таки... Или... И в Роше я смотрела замечательные кисти, кстати, в Ивроше. Хочу купить для Тона. Посмотрю, куплю одну кисть, посмотрю на ее качество. И затем, если понравится, то буду докупать. Или же Сифору посмотрю. Так что, ну, такие вот кисточки удобные, да. Вот они хорошо пойдут для, допустим, поездок. То есть двухсторонние. Видите, здесь так, здесь так. Две кисточки взяла, а у тебя их четыре. То есть, ну, как бы... Вот так. Пускай будут. Как бы. И да, еще покажу вам маселка. Глискур купила для... Вы видите, что я опять меняю цвет волос. Никак я не успокоюсь. И, естественно, порчу. И купила вот такое вот... Извините, волосы здесь. Маселка. Шесть масел здесь находятся. Про все типы волос. Для всех типов волос. И что я хочу сказать. Я даже не, ну, как бы не надеялась, что это что-то хорошее. Но, вы знаете, мне понравилось. Мне понравилось больше, чем профессиональное. Вот у меня есть от Коралл. Очень даже неплохой. Посмотрите, у кого вот такие убитые волосы, как у меня, да. Или кто там красится, перекрашивается. Сухие волосы. Попробуйте. Очень неплохое. Дает блеск. Как-то их питает. Такие, они становятся более рассыпчатыми. Но, да, мне нравится. Так что и запах очень приятный. Так что, на этом все. Из ухода у меня ничего нового нету. Повторила снова крема Евроше. Сыворотка Евроше из увлажняющей серии. Поэтому показывать не буду. Это то же самое. На этом все. До новых встреч. Кто смотрел, кому понравилось и было полезным это видео, ставьте пальчики вверх. Заходите на мой канал, подписывайтесь. И давайте общаться. Давайте меняться мнениями. И помогать друг другу. До новых встреч. Всех люблю. Всех целую. Добра Вам и Любви. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok